Их совсем не интересует слава. Их цель – помогать тем, кто по разным причинам остался за чертой благополучной жизни. На то, чтобы творить добро, волонтерам не жаль ни времени, ни сил. Тем не менее, власть уверена – хорошими делами прославиться можно и нужно. В Запорожье провели несколько торжественных мероприятий среди активистов. Выяснили, чей вклад в развитие социальной работы наибольший. Подробнее о неравнодушных людях и благородных делах расскажет София Пшиперовская. Они посвящают обществу свой талант, время и энергию, не ожидая вознаграждения. Все это о добровольных помощниках. Свой профессиональный праздник они ежегодно отмечают 5 декабря. Однако в Запорожье торжества начались заранее. В драмтеатре имени Магара собрались представители власти, общественники и волонтеры. Чиновники поблагодарили активистов и отметили – их работа сейчас необходима как воздух. То отношение к инвалидам, к ветеранам, к волонтерским организациям, которые сейчас у нас в городе и области, достойно внимания и подражения. Я хочу сказать сегодня слова благодарности тем людям, которые каждый день, каждый час работают с нашими инвалидами, с ветеранами, с переселенцами. Особое слово благодарности хочется сказать волонтерам. Тем людям, которые сегодня даже вопреки здравому смыслу, вопреки тому, что могут пострадать их семьи, их знакомые, их дети, они каждый день, они каждый день работают с переселенцами, они каждый день выезжают на линию огня. На сегодняшний день волонтерское движение приобрело особую популярность среди молодежи, отмечают специалисты. Студенты, школьники и даже самые юные запорожцы проводят благотворительные концерты, собирают деньги на нужды армии и рисуют картины бойцам в зоне АТО. Молодые активисты говорят – так чувствуют себя нужными. Волонтерство – это то, что позволяет просыпаться с улыбкой и при провождении акции улыбаться, смотреть в глаза другим людям и знать, что ты нужен. Не забыли о волонтерах и в Запорожском горсовете. Там поблагодарили тех, кто по зову своего сердца помогает украинским солдатам. В преддверии праздника активистам вручили грамоты и цветы. Я хочу поблагодарить большое количество тех волонтеров, которые часто рискуя своей жизнью, все это время поддерживали ребят, которые воюют, наших запорожских ребят, которые воюют в зоне АТО. Всем вам огромное спасибо. Поздравляю вас с вашим праздником. Уверен, что с этого года День волонтера в Украине приобретет совершенно другое озвучание, чем это было вчера. Потому что сегодня волонтеры, украинский народ, я считаю, это уже стали одинаковые понятия. Спасибо вам. В мэрии также поблагодарили сотрудников общества Красного Креста, предпринимателей и коммунальщиков, которые принимали активное участие в обустройстве блокпостов и в ремонте военного госпиталя. И отметили, сегодня Украина своим волонтерским движением показывает всему миру высокий уровень зрелости общества.